Ты запрещаешь мне приносить домой палки, а потом сам приносишь целое дерево. Действительно, несправедливо. Жена. Я. Список продуктов на Новый год. Я. У меня, блин, диплом тоньше был. Андрюх, у нас Биг Мак, возможно фри. По коням. Кто-то пишет наггетсы разбитых фонарей. Чёрт, кто-нибудь ещё этот сериал помнит? Ставьте лайк, если смотрели когда-то его по НТВ. Когда не кидал его. Офисное депо. Невидимый скотч. Да, а что вы хотели? Только под этим постом. Если написать свой пароль от ВК, то он превратится в звёздочки. Хакермен. Хакермен. То есть, не верьте. Не надо. Валера Дуркин. Хороший ник. Вова 2005. Валера Дуркин. Не работает, пишет. Но это, видимо, пароль его. Валера Дуркин опять пишет. А как коммент удалить? Никак. Да и пароль у тебя, скажу, не очень сложный. На уроке истории. Над чем ты смеёшься? Ни над чем. В это время в моей голове. Иосиф Сталлоне. Ну, почти Сталин, чувак. Даже фамилии созвучны. Сильвестер Сталин. Прикиньте, он был бы. Это Мариус 4В. И у него сегодня последний рабочий день. После чего он уходит в долгосрочный отпуск. 4В или 4Б. Чёртова знает, что это. Как это правильно. Чувак, сколько лет, сколько зим. Когда предпочитаешь. Только натуральные ароматизаторы. Капец, представляете, как рыба будет вонять на всю тачку? Все в 2010-м. Даёшь, молодёжь. Говно. Шутки не смешные. Фу, вообще, кто это смотрит? 2019-й. Омагаровал, Данила. Ты что, крэйзи? Это просто ухахатывал. Это пишет. Ждём мемы про, ну, Валера. А мне, кстати говоря, как тогда это не нравилось, так и сейчас не нравится. Просто это дикие кривляния. И вот, собственно, весь юмор. Но, опять же, моё мнение, кому нравится, пожалуйста, выскажитесь в комментариях в пользу Даёшь Молодёжи, если вам нравится. Найди сообщение от предыдущего сотрудника. Беги отсюда. По-моему, что-то такое у нас было, кстати. Да, да, было недавно. Ну ладно, оставим, может он не видел. 2018-й. Сынок, я нашёл фото твоего дедушки. 2060-й. Сынок, я нашёл фото твоего дедушки. Просто Дэдпул держит спрей от насекомых перед Человеком-пауком и Человеком-муравьём. Теперь ты видел всё в этой жизни. И да, друзья, здорово всем, меня зовут Макс. В этом ролике у нас с вами будет реклама моей книги. И немножко мемов. Да, я пишу книги, вы прикиньте? Я уверен, вы все не знали этого, а вот теперь я вам расскажу. Я пишу книги в жанре «Фантастика». И они достаточно популярные, по крайней мере, в русскоязычных странах. Продаются почти во всех книжных магазинах. Например, в Читай-городе, в Буквоеде, Бук-24 в лабиринте, в книжном лабиринте и, в общем, во многих других. В Украине и Беларуси тоже есть, в Казахстане тоже есть. В общем, по ссылке в описании чекайте магазины, где они продаются. Смотрите ознакомительный фрагмент. Если вам будет интересно, то можете прочитать и прекрасно провести время. Я думаю, вам понравится. Попробуйте, дайте книжке шанс. Вдруг реально понравится. Все, продолжаем. Вот это работа. Мой щекокон на уровне 24 этажа Буч-Халифа, Дубай. Интересно, много они там зарабатывают? Паспорт есть. На улице минус пять, а я уже в подштаниках. А, ну тогда ты взрослый, да? Так бы сразу и сказал дедуля, отвечает продавщица. Не, серьезно, можно просто вместо паспорта задираешь штанину, так показываешь подштаники. И все. Кстати, я все время хожу зимой в подштаниках. Я не помню ни одного года, чтобы я не ходил в подштаниках. Я даже когда учился, я ходил в подштаниках. Но мне было настолько пофиг на все, мне главное, чтобы мне было тепло. Но это ладно, я это отдельный экземпляр рода человеческого. На меня не надо равняться. Вы ходите в подворотах, походите, пожалуйста. Кто-то отвечает на мое сообщение спустя два часа. Я. Выжидаю четыре минуты, чтобы ответить, типа я тоже игнорю. Хм, нет, я так не делал. Доказательство того, что собаки тоже жидкость. Это из жидкого металла, собака Т-1000. Огромная просьба, не фотографируйте в общественных местах людей с обручами. Люди думают, что эта штука обведена на фотографии. Не могут ее понять и умирают. Кто-то пишет, я и вправду чуть не умер, блин. Нет, я сразу видел, что это обруч. Странно, очень странно. Качество, которое ты больше всего ценишь мужчине. Когда ты просто хочешь поправить волосы, а он шугается. Блин, может ты хочешь поправить волосы у него на голове? Причем вертушкой. Так, уаа, бух ногой. Конечно, он будет шугаться. Вы слишком хорошо выполняете свою работу. Надо бы вам прибавить денег, зарплате, премию. Нет, еще работы. Делал новогодние фотки своих песелей. И знаете, что очень тяжело, когда один пес у тебя фотогеничный, а второй с экзистенциальным кризисом. Кажется, я знаю, какие фотки у меня будут в этот Новый год. Знакомьтесь, это моя кошка. Сегодня мы отвели ее к ветеринару и выяснили, что она не глухая. А просто игнорировала нас все эти годы. Уровень игнора этого мира, к которому я стремлюсь. Кто-то пишет, кажется, у меня новый кумир. Я помню, был у нас мем, помните, про японца, который притворялся 20 лет глухим, чтобы жена к нему не приставала. Этого еще круче. А может, это его кошка? Ты заметил, что я с тобой второй день не разговариваю? Заметил, спасибо большое. Мам, можно мне? Нет, нельзя. Посуду помыть? Ну, нельзя так нельзя. В Китае создали концепт левитирующего поезда, использующего магнитное отталкивание и способного развивать скорость до 600 километров в час. По факту поезд плывет на воздушной подушке с 5-сантиметровым зазором между своим корпусом и магнитными гусеницами. Кто-то пишет, а у нас до сих пор говно на рельсы падает. Там тоже будет говно падать на рельсы, просто с такой скоростью, что оно будет просто растекаться по шпалам. Ну, как сказать по шпалам? Не знаю, по тем штукам, которые там вместо шпал, наверное, у них. Еще мне интересно, если какая-нибудь авария на такой скорости произойдет, что будет с поездом? Гармошка? Когда рассказываешь подругам про своего мужика и о том, какой он классный, красивый и остроумный. Они просят показать его фото, а ты вспоминаешь, что у него на странице. Три зачуханные фотки, на которых он выглядит как деревенский додик с целосложением, голума и челкой. Да не, он в жизни норм, чё вы. Да, просто не фотогеничный. Его фотки. Пепси кольный. Ну, нормальная фотка, чё вы представили? Нормальный мужик! Отстаньте от него. Просто он пепсикольный. В театрах Древней Греции был работник, который бил палкой шумных зрителей. Сейчас это также необходимо. Кто-то пишет, древние цивилизации действительно были продвинутыми. Нет, у них не было телефонов. Всё, шах и мат. Поэтому ничего не знаю. Не было телефона, значит, лохи. Покупаешь живую ёлку в Новый год, обвиняют в поддержке вырубки лесов. Покупаешь искусственную, обвиняют в поддержке использования пластика в производстве. И вот есть идеальный вариант. Купить молодую ель в горшке, а весной пойти и посадить её в лес. Экологично. Плюс одно дерево в экосистему города. Не, обвинят, скажут, что... Я не знаю, ну чё они придумают. Сейчас просто время такое. Надо всех во всём обвинять и на всё обижаться. Сейчас вот реально все на всё обижаются. Моя реакция на шутки учителей. Препод, почему тебя сегодня не было? Я. Моя мать в больнице. 7 дней спустя. Препод, твоя мама до сих пор в больнице? Я. Да, она же врач. Да, давай, сохрани это видео с упражнениями для ног и пресса, чтобы никогда их не сделать. Прямо жиза. Первое, что делает с утра нормальный человек, это целует котю. А я оглажу лаки. Или Мики. Или сам Соху. Когда твой друг понял шутку, а ты нет. Специально нарядилась для парня. Он сказал, что я ему кого-то напоминаю. В смысле нарядилась? Повязать какую-то хрень на шею, это значит нарядиться? Ну, у неё просто майка полосатая, какой-то корточкой... Не знаю. Хотел сказать, как у меня, как у моей жены, например. И всё. Зачем в телефоне за две тысячи рублей? Нужен режим в самолёте. Ммм... Да. Там нужен режим в помойке. Ха-ха-ха. Жительница Великобритании построила в саду настоящий паб, чтобы муж больше не пропадал по кабакам. Кто сказал, что идеальных жен не существует? Запишет. Теперь он постоянно пропадает в саду. Так она же барменша у него, они там вдвоём пропадают. На пару забухивают. Невозможно удержаться. Передняя часть новогодней ёлки, задняя часть. Именно так и есть. Как я вижу тех, кто пьёт чай с сахаром? Под машины окна не ставить. Под машины окна не ставить. Под окна машины... Аааа. Под не ставить окна машины. Машины не ставить окна под. Две тысячи рублей матраса Боссоны недорого. Томск. Две три кмэ от вас. От меня? Нет, от них. Матраса Боссоны недорого. Как новый, только Боссоны. Если перевернуть в другую сторону, то не видно мочи. Так, собственно, можно и спать. Там даже химчистка приезжала мыла. Там, это на другой стороне матраса, где не видны следы санья. Но если понюхать, то всё становится ясно. Правильно пишется не матрас, а матрас. Но так никто не пишет, и я тоже не буду. Кстати говоря, сейчас уже можно писать и цейсы. Серьёзно. Категория для дома и дачи. Подкатегория кровати и матрасы. Абоссоны. Эй, ребята, я рассказывал вам, что живу на абсолютно сумасшедшем острове. И иногда сухопутные крабы за стью сантиметровыми крешнями пытаются пробаться в мой дом. Хэт крабы. Это пишет, милый щеночек, это что за порода? Это крабтерьер. Я. Компенсируется он пятью чашками кофе. Мой организм. Скоро. Эээ. П-з-д-а. Что за слово? Я такое слово не знаю, нет. Ни в коем случае не знаю, что это слово. Мотору, короче, да, мотору. Самый дискриминационный продукт капуста. Капуста вообще не принимает одиноких за людей. Почти везде её подают целый. Будто у тебя полная счастливая семья. Ты один, и тебе нужно лишь 100 грамм для супчика. Обойдёшься. Бери целый качан 10 килограмм и хрусти неделю остатками, как кролик. Слышь, чмо пушистая, чё ты мне сделаешь? Пусти меня, я её переверну. Нет, самое страшное, это развернуть её другой стороной. Страшной стороной. Обними меня. Но мы же здание. Не важно, очень надо. Ну ладно. Рабочий день в 12 часов. Из них час вычитывают на обед. Вызывает меня начальник. Почему вы пробовали в столовой один час? Обедал, и меня же час вычитывают. В чём вопрос? Вычитывают? Но это не значит, что вы можете целый час обедать. Запомните, что незаменимых людей нет. Да-да, я знаю. Вы у меня не первый работодатель. Ха, хороший офис, молодец. То чувство, когда укусил не очень свежий пирожок. Я думал, он укусил свой язык. Мой кот боится мандаринов. Я придумал план, как защитить ёлку. Чёрт возьми, как можно бояться мандаринов? Когда забыл взять с собой телефон. Ой, как красиво. Восьмилетний я и мой батя решаем домашку по математике. Чётко вписался. Прошло больше тысячи километров, но не понял, зачем. Я тогда тоже получаю этот тигр. Каждый день в школу хожу и фиг знает зачем. Как зачем? С друзьями пообщаться. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович... Не тот. Провёл опрос жителей в своём инстаграм и решил сделать 31 декабря выходным днём. А можно все чиновники будут принимать решение, учитывая желание народа? Осторожно, он герой. А я, между прочим, 31 декабря работал. Да, я писал свою новую книгу. Я начал писать 28 числа её. И вот до сих пор каждый день. Наверное, в апреле закончу. В России появилась первая школа без тетради, ручек и книг. Блин, дети писать разучатся. Хотя вообще сейчас где-то нужно писать ручкой. Вот так вот ты куда-нибудь приходишь. Хотя некому заявление заполнить. И то я последнее заявление заполнял онлайн. И даже подписывал онлайн. Актёры, у которых просто нет хейтеров. Когда пишут, Джеки Чан как минимум страховая компания хейтит. Не, из них немножко подхейтивы Джима Керри. Типа он дофига кривляется. Но, блин, на самом деле, даже людям, которым не нравится кривляние. Ну, я, например, не очень люблю кривляние. Но Джим Керри очень круто кривляется. И Мистер Бин очень круто кривляется. Так что тут всё круто. Ещё некоторые подхейтивы Киану Ривса. Типа у него актёрская игра такая. У него каменное лицо всегда. Но они неправы. Просто потому что... Не знаю, почему он крутой и всё, ничего не знаю. А некоторые подхейтивы Джеки Чана. Потому что все фильмы его примерно однообразные. Он везде разбивает тарелки об головы, помидоры, бусы, кресла и всё такое. И они тоже неправы. Потому что он делает это очень круто. И в детстве мы просто офигевали от его трюков. ЗАГС. От любви прокуратура до ненависти. ЗАГС прокуратура один шаг. Я так и знал, что так оно и будет дальше. Биологи. Мы вершины пищевой цепочки на Земле. Физики. Мы огромное количество элементарных частиц, собранных вместе. Философы. Кто мы? 25-летний я выбираю себе сладкий подарок, потому что уже взрослый и могу себе позволить делать всё, что захочу. Кто-то. Насилием делу не поможешь. И я. Собака пропала 100 километров, чтобы укусить бросившего её хозяина. Но ей стало легче, поди. Бэтмен целует Бэтмена на фото не заката. Пишет. Твою мать, как это развидеть? Мэй Маск. 71-летняя мать троих детей, в том числе Илона Маска. Пишет. Изобрела маска. На ней маска. Молодой женщины. Вписка, когда вам немного за 25. Ммм, чё, нормально тусят, чуваки. Ва, музыка клевовая. Чё, чё, чё делаете? Ладно. Оно уже на улицах. Киберпанк наступил раньше, чем мы думали. Это пишет. Не удивлюсь, если за рулём Киану Ривз. Я только не помню, как они без боковых зеркал машину-то допустили к эксплуатации. Когда купил новые кроссы. Снег в карманы не сгребать. Кто-то. Проходит мимо снеговика, которого ослепил в дворе. Я наблюдаю через этим окно. Только задень, сволочь. А ты точно? Человек-паук. Нет, это Щербаков, Щербаков, Щербаков. Помните, у Батканезина была? Дорогая, скинь мне грязную фоточку прямо сейчас. Достаточно грязно, блин. Это утренний срач, который ты оставил. В Китае полиция 20 лет разыскивала опасного преступника. Нейросеть справилась за два дня. Кто-то пишет. Я теперь хочу нейросеть, которая так же носки ищет, а то некоторые уже больше 20 лет в розыске. Эээ, преступника, это преступница. Я прочитал неправильно, простите. В Калифорнии забрали вирус, который убивает рак, укрепляет иммунную систему. Профессор Юма Фонг с помощью геноинженерии вывел вирус CF-33, атакующий раковые клетки. Препарат будет готов к использованию во второй квартале 2020 года. Вот именно так и выглядит прорыв, рывок. Да ладно! Я, кстати говоря, боюсь рака очень сильно. Не хочется от рака помирать. Молодцы! Мы, наверное, все должны лайк ему поставить. Хотя, чё толку? Вы же мне лайк поставите, а не ему. Надо его найти, короче, ему лайк поставить. Не знаю, как это сделать. Придумать чё-нибудь. Кто-то пишет, не знаю почему, но реально очень рад этой новости. Да, конечно, это же круто, когда прорывы делаются. Сколько людей этот добродушный мужчина может спасти в итоге своим прорывом? Что тут не так? А, кто нашёл, что не так, ставьте лайк. Моя мама не хотела, чтобы я нервничал из-за сессии. Сделала мне ванну с пеной, добавив ещё парочку мелочей. Каких мелочей? Где? Что? 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 Где деньги? Там деньги плавают. Кто-то пишет. Моя мама говорит мне заткнуться, даже когда я молчу. Нет, каких мелочей? Где? Что? 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 Что там? Там должны быть свёрнутые деньги в пакетике непромокаемом. Какие бывают роллы? Филадельфия. Прикольно, конечно, но лучше бы взял Филадельфию. Я на них смотреть уже не могу, на эти роллы. Просто. Я их переел в своё время и, короче, сейчас всё. Нет, никаких роллов. Только домашняя пища. Надоело. Тевтели моей жены с рисом. Это божественно. Свекольник Иркин. Это идеально. Мой личный, по моему неличному рецепту, но я так люблю делать, бутербродик микроволновочки с колбаской, с сыром, с мазиком, с огурчиком. Греешься, растекается. Это просто восхитительно. Друзья, не забудьте оценить мою книжку. Она тоже просто восхитительна. Как бутербродик в микроволновочке. Только чуть поинтереснее и получше. Ссылки будут в описании. Пишу в жанре фантастика. Ну или просто идите в любой книжный магазин и спрашивайте Макса Максимова. А пока ли все в скубе. Книга называется. А вторая книга на Марс. И третья книга выйдет в этом году. Всё, друзья. Люблю вас всех. С прошедшим праздником вас ещё раз поздравляю. Отдохните там как следует. Не как те детки, которые лежали, а по-нормальному. В общем, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok